Про биткоин. Самые главные новости из мира криптовалют. Всем привет, с вами Денис Хитов. Сегодня в гостях у нашего подкаста Ярослав Логинов, с которым мы и обсудим новости уходящей недели. Ярослав Логинов, эксперт по решениям на основе технологии блокчейн. Специалист компании АйТека. Крупный разработчик IT-решений и интегратор в финансовой сфере. Добрый день, Ярослав. Добрый день. Расскажите нам, как в вашей жизни появился биткоин? Биткоин, ну это примерно года два назад, наверное, я купил. А до этого, ну как все, наверное, то есть когда на Хабре начали появляться публикации, когда-то в 2010-2011 год, сначала было очень интересно. Я как либертарианец и как такой за технологии, мне, естественно, это было интересно, но сначала я смотрел все скептически. Вот, все эти майнинги, я это все благополучно пропустил и купил биткоины только когда он стоил примерно 16 тысяч рублей. Вот, после чего он снизился, увеличился, снова снизился. Вот, и, в принципе, вот они у меня там чуть-чуть еще остались. Сейчас, в принципе, от биткоинов стараюсь отходить. В принципе, технологий довольно много, много различных разработок, в которые можно также вкладываться. Биткоин, он, конечно, первый, у него потенциал большой, он может потенциально вырасти, но по большей части я отношусь как к некому такому переоцененному на данный момент активу. Каков ваш прогноз относительно цены биткоина в ближайшем будущем? Или все, или вот эта планочка 600 долларов, там сейчас 640? Вот пик, который был там тысяча с лишним долларов, он будет, естественно, пройден и он пойдет выше. Другое дело, что как бы вечный рост, он не может быть. Поэтому он будет, скорее всего, постепенно там чуть-чуть расти, чуть-чуть снижаться, да, но в целом расти, может быть, еще год или два. После чего, я думаю, что будет какая-то коррекция на уровень, там, может, 500 долларов. Может быть. То есть, это абсолютно, я думаю, никак прогнозировать нельзя. Но вот если смотреть на крупных игроков, то, насколько я понимаю, там закупились надолго. Значит, с одной стороны, диверсификация, значит, крупных активов, потому что хотя бы 10% своих сбережений нужно держать в криптовалютах, а единственная такая, наиболее ликвидная криптовалюта – это биткоин. Ну, как минимум 10%. В принципе, я ожидаю, что будет еще в течение года-двух приток, потом, может быть, скорректируется. Понятно, спасибо. А как вы думаете, кто, на ваш взгляд, скрывается под ником Сатоши Накамото? Когда-нибудь интересовались? Да, интересовался. Публикацию по этому поводу читал очень хорошую. Сейчас, в принципе, если сильно поискать, можно найти. Там повествование шло, значит, по поводу разработки BitGold, которое делалось в 2007, 2006, 2005 году. Разрабатывалось одним из лидеров и группой разработчиков. После чего, да, были публикации, значит, и основной защитник, он был, насколько я помню, в либертарианской вот этой как бы антибанковской коалиции, ну, там, Occupy Wall Street, вот это все. Да, он делал публикации с тематикой связанных, и потом, в один прекрасный момент, он перестал публиковать совсем. Вот. И даже попытался скрыть те публикации, которые уже были сделаны. Ну, сказал, что это не мои, удалил их, но, тем не менее, они все равно в сети остались. Вот. После чего, там, через полгодика, появился некто Сатоши Накамото, как, по моим ощущениям, что это группа лиц, вот, которая продолжила вот это вот дело. Скорее всего, существующие разработчики, которые сейчас продолжают работать над протоколом биткоина, развивать его, не так же выходцы из этой команды. Естественно, никому не выгодно сейчас себя популяризировать. Во-первых, потому что там те первые, кто был, у них на счетах, по всей видимости, десятки, сотни тысяч биткоинов. Вот. Ну, это гипотеза, да? То есть, возможно, эти кошельки, возможно, от них уже там пароли потеряны, ключи потеряны, но, тем не менее, существуют, опять же, судя по слухам, по публикациям. Существуют кошельки, на которых в замороженном состоянии находятся там эти десятки, сотни тысяч биткоинов, которые недвижимы уже долгое время. Вот. Вполне возможно, что первые, кто его создавал, до сих пор владеют этими активами. Вот. А если они придут в движение, то как это отразится на курсе? Я думаю, что особо никак. Потому что сейчас игроков очень много, и даже десять тысяч биткоинов, я думаю, что он сильно не подвинет. Да, если их не продавать одномоментно, естественно. Ну, понятно, что если будут продавать, то постепенно, по чуть-чуть, и перекладываясь в что-то другое. Но на данный момент в этом нет смысла. На данный момент биткоин нужно покупать, а продавать, ну, я думаю, не раньше, чем через год. Хорошо, спасибо. На этой неделе оказался недоступен более чем на 12 часов сайт блокчейн.инфо, что заставило немного понервничать пользователей. Сегодня также подтвердилась информация, что это была действительно хакерская атака. Хакеру удалось сменить DNS-адреса сайта, но, слава богу, работа восстановлена, сайт функционирует, и биткоины потеряны не были. Вот скажите нам, были ли случаи у вас потери биткоинов, и где лучше их хранить? Какой кошелек использовать? Я, как старый динозавр, собственно, храню биткоин-кор и никогда не хранил на онлайн-кошельках. Ну, то есть, для обмена я использую LocalBitcoins, вот, там, не больше одного биткоина. А так всегда биткоин-кор, я считаю, это самое надежное из того, что есть. Ну, имеется в виду самое из того дешевого, что есть. Понятно, что есть гораздо более защищенные, там, холодные кошельки. Можно на каком-нибудь другом компьютере поднять, можно, там, на виртуальной машине, что-то еще. Ну, я думаю, достаточно просто свой файл кошелька, вернее, биткоины разложить по нескольким кошелькам, эти файлы хранить в недоступном месте в офлайне. Хорошо, спасибо. Используете ли вы биткоин в повседневной жизни? Может, что-то покупаете, обмениваете, продаете? Или просто храните как средство сбережения, так сказать, ждете, пока вырастет? Да, биткоин, он сейчас все-таки на территории Российской Федерации никак. Возможно, только обмен в интернете на рубли. Вот. Поэтому его, как бы, я и, я думаю, подавляющее большинство используют как средство сбережения, ну, и некоторые как средство спекуляции. Купил, продал, купил, продал. А, значит, я покупал домены за биткоины. Ну, собственно, вот и все, что за биткоины можно купить. Ну, вот, говорят, там есть, конечно, хостинг, какие-то услуги, рассчитываться с людьми. В принципе, мне так же приходилось. То есть договариваемся в долларах, да, по текущему курсу оплаты в биткоинах. Это удобно в интернете. Понятно, что в магазин с биткоинами никуда не пойдешь. В обозримом будущем это тоже не предвидится. Поэтому мы разрабатываем сейчас технологию, инструментарий, юридическое, значит, обеспечение для того, чтобы, может, было легально пользоваться расчетными единицами, как ПАИ или как, ну, депозитарные расписки векселя, которыми можно уже расплачиваться легально на территории Российской Федерации и, собственно, на территориях других стран. В принципе, тенденции в других странах, что биткоин – это цифровой товар. Соответственно, покупка товара, потом продажа товара. Если у этого товара меняется цена, то платится налог на изменение этой цены, да, налог на добавленную стоимость. А в России это рассматривается как валюта, как деньги. Соответственно, он подпадает под закон, который аж в Конституции записан даже, что единственной валютой является рубль законный. Но надо понимать, что развитие технологий, и даже Набиулина это подтверждает, да, вот на проходящей встрече Греф, там Тинькофф. В общем, так или иначе, надо понимать, что существующая финансовая система во главе с рублем, да, на территории Российской Федерации, на территории СССР, она будет несколько меняться. Я не думаю, что это сильно быстро произойдет. Я думаю, все равно это займет лет пять, а то, может, и десять. Вот. Но, в принципе, в ближайшие два года я ожидаю появления инструментов, которые легально позволят ходить в магазин с некоторыми расчетными единицами, которые будут называться купоны, бонусы, карточки, там, мили, там, спасибо от Сбербанка. То есть, как угодно они будут называться, но мы с помощью своего смартфона, с помощью криптосистем и хранения кошелька у себя, да, не используя какие-то доверенные сторонние третьи лица, да, будем расплачиваться, так сказать, пир-то-пир между магазином и нами. Понятное дело, что оно будет регулироваться несколько, насколько это возможно, будет контролироваться, естественно, проверяющими, контролирующими органами, и, естественно, будут налоги, да, то есть, говорить о том, что, там, мы уходим из-под влияния, там, нашего регулятора, ну, это пока преждевременно. Про территорию СССР я не зря упомянул. Когда мы углубляемся в понимание, что такое деньги, кто управляет деньгами, да, кто является владельцами денег, кто владельцами ресурсов является, то, если очень сильно хорошо покопаться, на самом деле, единственной обеспеченной валютой, значит, на данный момент, на территории, там, хоть Российской Федерации, хоть СССР, является советский робот. Никто его никогда не отменял, значит, он продолжает действовать. Центробанк РСФСР и СССР, он также действует, но на данный момент он пока не выпускает эти ликвидные реальные рубли советские. Мы это можем сделать, причем, опять же, легально. Вот, но это другая история, она к крипто тематике имеет отношение такое, что криптоинструмент, он позволяет, выпустив один раз, дальше уже не сильно заботиться о том, что кто-то это попытается запретить. Ну, то есть, технология уже не раз показала, что запретить ее просто технически невозможно. Вот, поэтому, в принципе, я ожидаю, что, возможно, где-то через 5-7 лет, а может быть и раньше, появится ликвидный, обеспеченный рубль, обеспеченный всем имуществом на территории СССР, да, на которой мы живем, где мы родились. Значит, ну и, соответственно, рубль Российской Федерации, он, ну, так же, как и белорусский рубль, он станет просто уже никому неинтересным. Ну, это, это гипотеза. Вот. Понятно, спасибо. Ну, вот, в принципе, да, видимо, так оно и будет, потому что одна из последних новостей уходящей недели, Минфин передумал вводить уголовную ответственность за использование биткоин и вообще отказался от какого-либо сейчас законопроекта. Ну, мы знаем, что Минфин, он не постоянен в своих решениях. Как вы думаете, вообще, какова судьба биткоина в России? Все-таки ждет его запрет или не ждет? То есть, пока решили наблюдать. Ну, значит, по поводу действий Минфина и Центробанка, ну, в целом правительства, да, Российской Федерации, вот я хотел бы все-таки уточнить, не передумал. То есть, насколько я прочитал, значит, про то, что там передумали, вот об этом речи не идет. Значит, было, что отложили. Ну, да, то есть, пока посмотрим. Приостановили. Что это значит? Запрета нету по-прежнему. То есть, пожалуйста, пользуйтесь. Никто его никогда не запрещал. То есть, криптовалюты можно использовать. Однако, никто и не гарантирует, что если вы его будете использовать, вас не посадят. То есть, ситуация как была в подвешенном состоянии, так и остается. И я думаю, что это будет сохраняться, ну, как минимум еще год. До тех пор, пока сам Центробанк и там другие крупные игроки не станут применять криптовалюты, ну, и там блокчейн в частности, в своих каких-то повседневных делах. Вот. В принципе, это пока особо не видно. Значит, по поводу биткоина на территории Российской Федерации, как я уже говорил, это все является незаконным, даже с точки зрения Конституции. Так что расплачиваться биткоинами в магазине – это однозначно нет. Расплачиваться в интернете никто никогда не запрещал. Пожалуйста, берите, расплачивайтесь, никто вам ничего не сделает. Потому что это действует в юрисдикции интернета. Единственное, как бы не нужно особо сильно, так сказать, пиарить себя, что я такой крутой, я вот смотрите там спокойно. Ну, то есть, не надо привлекать лишнего внимания. По поводу банкоматов, которые в оффлайне сейчас поставили для обмена биткоинов на рубли, вот, или рубли на биткоины, значит, там они работают, насколько я понимаю. Комиссии там довольно большие, поэтому особого ажиотажа я такого не наблюдаю. Но, в принципе, вроде кто-то пользуется. В принципе, как бы продажа некоторых цифровых товаров у нас никак не запрещена. Вот выплаты рублей за что-то, вот это другое. В принципе, опять же, это можно юридически обосновать и производить даже выплаты рублями. У нас сейчас, значит, в клубе Добротех готовится решение, которое позволит собирать краудфандинг, краудинвестинг и выпускать под это дело цифровые токены. Ну, собственно, много подобных разработок, но юридически там все продумано не очень. У нас юридически все на 100% белое, все на 100% легальное. Вот, в чем большое отличие. Запуск у нас планируется на 1 февраля 2017 года. Вот, значит, биткоин, он продолжает набирать популярность, все хорошо. На территории Российской Федерации он не будет действовать, он будет только в интернете. В Украине, например, вот даже сейчас ЖКХ, можно оплатить счета биткоинами? На территории Российской Федерации очень вряд ли, что это будет в обозримом будущем. Лет 5, я думаю, еще точно. Запомните, берете биткоины, обмениваете на рубли, идете в магазин с рублями, покупаете на рубли. Ничего здесь сложного нет. Дальше можете взять карточку банка, который позволяет, так сказать, а-ля хранить биткоины. Он, банк, в режиме реального времени переводит биткоины в рубли и оплата осуществляется через банковские каналы в рублях. То есть все юридические лица в юрисдикции Российской Федерации работают только в рублях, ни в чем другом. По поводу Украины, пока там власть занимается своими собственными делами, да, там можно этим играться, там какие-то свои валюты вводить. Вот. Но как только власть там станет сильная, то это все прикроют довольно быстро. Поэтому я бы сильно не заигрывался и разделял все-таки юрисдикцию территории, на которой используется валюта, и юрисдикцию интернета. В которой, собственно, нет ограничений на использование крипто, значит, инструментов. Единственное, ассоциировать себя как физический человек, да, находящийся на этой территории, и как, значит, некоторый юридический или аватар, находящийся в интернете, вот эту ассоциацию лучше особо не делать. То есть сохранять анонимность по возможности. Хорошо, спасибо. Еще писали, что у вас своя собственная криптовалюта есть. У меня есть проект, который называется LibraMania. Да, вот расскажите нам подробнее. Этот проект все еще находится в стадии, так сказать, разработки. И основная проблема, с которой я столкнулся, когда начал его делать, в том, как его продать. Значит, идея основная заключается в создании настоящей обеспеченной валюты. Проблема заключается в том, что мы не знаем, какая будет стоимость биткоина, допустим, через год, через два, через пять, через десять лет. Мы это не можем прогнозировать, мы это не можем знать. А с другой стороны, для того, чтобы... Да, что такое деньги? Деньги – это три основных функции. То есть первое – это мера стоимости, второе – средство обмена, ну, там, средство обращения и средство накопления. Так вот, биткоин – это не деньги, это надо понимать. Биткоин – это криптоактив, то есть акции, да, которые ограничены, всего 21 миллион акций. И из-за того, что они ограничены в объеме, а интерес людей растет к этому криптоактиву, то он растет в цене, вот, до каких-то пор. Потом будут некоторые коррекции, потом падения, взлеты и так далее. Так вот, значит, если создавать некоторые деньги по принципу криптоактивов, ну, собственно, деньгами они не смогут, в принципе, стать. То есть они не могут стать мерой стоимости, чтобы сохранять, да, чтобы в магазин прийти и купить молоко, там, по одной и той же стоимости в биткоинах, хоть 10 лет вперед, хоть 10 лет назад. Такого быть не может. Для этого нужна стабильная валюта. Что является стабильной валютой и как вот эта стабилизация производится? Ну, очевидно, что государства крупные, большие, там, и ФРС в том числе, как такой мегаэмиссионный центр, стабилизируют за счет, так сказать, доп. эмиссии, там, ну, разными другими инструментами, там, ключевыми ставками. Так или иначе, правительство за нас стабилизирует вот эту вот валюту. Если подумать, чем все это обеспечено и посмотреть на исторические события, когда мы говорим об интернете, то интернет, он глобальный, он сразу на всей территории планеты Земля. Значит, мы могли бы сделать настоящие деньги, обеспечив их всеми ресурсами планеты Земля. Ну, так как действуют различные государства и правители на этих территориях различные, то, как бы, сделать единую мировую валюту пока не представляется таким, ну, имеется эту валюту обеспеченную. Вот. Мы это можем теоретически сделать на территории СССР, восстановив, да, там, юрисдикцию, там, и, так сказать, ресурсы. Ну, это сопряжено с рядом сложностей, трудностей, и будет это сделано или не будет, это еще под вопросом. А в интернете, в интернете, в интернете нету товаров, в интернете есть люди. Теперь вопрос, а можем ли мы выпустить настоящие деньги, не имея территории, да, так сказать, в виртуальном государстве? Оказывается, можем. Значит, почему? Потому что одним из ресурсов являются знания. То есть у нас есть товары, есть услуги, а есть знания. Так вот, знания – это тоже большой актив, на создание которого, знания, технологии, затрачивается довольно много человеческих ресурсов. Для того, чтобы этот актив создать, необходимо затратить ресурсы, да, значит, он что-то стоит, и он кому-то нужен. Понятно, что оценка нужности тех или иных знаний, она оценивается людьми уже потом, после того, как та или иная технология уже создана. Ну, в общем, мы приходим к некоторому такому элементу краудфандинга, краудинвестинга. Да что такое эмиссия? Как определить размер эмиссии? По идее, эмиссия должна быть ровно столько, сколько появляется новых ценностей. Ну, например, курица снесла яйцо, значит, она эмитировала одну единицу. Вот, мы под эту одну единицу выпускаем одну единицу денег. Вот, яйцо разбилось, соответственно, все, обеспечение пропало, значит, мы из оборота эту одну единицу должны изъять. В интернете знания, эмиссия, так сказать, знаний, технологий, она производится, но знания не исчезают. То есть, они могут морально устареть или они могут казаться, ну, как бы, неинтересными, но знания они не перестают быть. Вот, например, какой-то автор хочет создать фильм. Ему для этого нужны ресурсы. Он собирает, там, необходимое количество ресурсов, ну, например, там, 1 миллион рублей. Собрал, снял фильм, и этот фильм, как ценность, он может стоить уже десятки миллионов. То есть, затраченный миллион получилось, там, 10 миллионов. Так вот, дельта между 10 миллионов минус 1 миллион, вот эти 9 миллионов, это новая ценность, которая появилась в мире. Под эту новую ценность можно выпустить свои расчетные единицы, деньги, которые будут обеспечены вот тем трудом, который вложил автор. Теперь вопрос, кто должен эту эмиссию выпускать, да, расчетных единиц? На данный момент это делает некоторое третье лицо, которое абсолютно не имеет никакого отношения к созданию ценности, к потреблению ценности. То есть, это, так сказать, паразитирование на реальном производстве, да, и создание ценностей. Так вот, когда мы этого, так сказать, паразита убираем, то эмитентом становится сам автор. И существующие технологии это позволяют. То есть, это децентрализованная эмиссия. Но размер эмиссии назначает не сам автор, а все остальные другие участники системы, которые позволяют ему эту эмиссию сделать. Для того, чтобы определить размер, я предложил такую гипотезу, цепочку. Во-первых, ценность или интерес людей к создаваемой ценности определяется до того, как начали делать. То есть, это методом краудфандинга, краудинвестинга. Собираем необходимую сумму. Это мы определяем интерес людей вкладываться. И второй этап, второй шаг, мы определяем, насколько хорошо автор выполнил свои обещания. Ну, то есть, автор, например, обещал снять очень хороший, крутой фильм. И по итогу, после того, как он его сделал, мы оцениваем, да, действительно он сделал хорошо, или, ну, как бы, может быть, он потратил деньги зря. А может быть, вообще собрал деньги и убежал. И такое может быть. Так вот, в зависимости от оценок в начале и оценок в конце определяется размер эмиссии. Вот, то есть, размер созданной ценности, который автор создал. Ну, это про деньги. Второй элемент в системе – это то, что я называл раньше репутация. Ну, на самом деле, это заслуги. Вот, значит, есть понятие экономика заслуг, который параллельно, значит, к экономике знаний. Так вот, заслуги человека, они записываются. Это то, что человек создал за время своей жизни, да, полезного, общественно полезного. Если автор сделал действительно хороший фильм, людям он понравился, то это записано в блокчейне. Вот, это заслуги человека, которые нельзя продать, их нельзя обменять. Они просто есть. Вот это, так же, как карма на хабре, это то, чем можно мериться. То есть, насколько много тот или иной человек создал общественно полезных ценностей. Вот в этом есть суть проекта LibreMoney. Другое дело, что на данный момент основная крипто-тематика игроки в крипто-мире – это спекулянты. То есть, все игры связаны с тем, чтобы купить подешевле, подождать и продать подороже. Вот. В принципе, я ожидаю, что в ближайшие два года ситуация кардинально поменяется. Да, спекулянты, они останутся. Но сейчас, то, что я наблюдаю, уже многие перестают играть в спекулятивные игры. Многие те, кто раньше играл, они сейчас выходят на некоторую стабилизацию, держат денежки, так сказать, сбережения в биткоинах как наиболее стабильной криптовалюте и смотрят на реальный сектор уже, куда вкладываться в недвижимость, в стартапы. То есть, в развитие не просто пузырей, а именно развитие потребительских товаров и услуг, которые уже востребованы людьми. А крипто, криптовалюты, криптотокены, криптоактивы, они являются лишь инструментом. Ну, так же, как калькулятор является инструментом для того, чтобы посчитать. Я, честно говоря, рассматриваю криптовалюты как децентрализованную базу данных или там называют распределенный реестр, в который мы можем записывать различную информацию, в том числе по выпуску товара и услуг, по взаимным обязательствам, по передаче прав собственности, по фиксации актов гражданского состояния и различных других договоренностей между людьми, между субъектами, а в перспективе между объектами. Ну, например, автомобиль предоставляет мне услуги по перевозке меня. То есть, я заключаю контракт с автомобилем, и это регулируется внутренними правилами блокчейна, так сказать. Вот, в принципе, вкратце так. Хорошо, спасибо. Я бы хотел рассказать про свое видение будущего. В принципе, мы с ребятами неоднократно обсуждали, и вчера сделал небольшую публикацию, как я вижу образ вероятного будущего. Вот мы привыкли сейчас, большинство из нас привыкли накапливать в деньгах. То есть, у меня на счету 100 тысяч рублей, у тебя 200 тысяч рублей, значит, ты круче. Ну, или считать в активах. У тебя завод стоимостью 10 миллионов, у меня 5 миллионов, соответственно. Ну, значит, если посмотреть, все-таки большинство людей, они просто живут. То есть, растят детей, отдыхают, покупают там товары, услуги, машины, квартиры. Так вот, накапливание в деньгах, оно удобно, потому что это такой универсальный ликвидный инструмент. Однако, когда ликвидными становится все, что угодно, возьмем, в пример, Калеонова. Да, там гуси, яйца, картошка, вот, другие там фермерские продукты и много чего еще, включая горилку. Вот, товары. Теперь вопрос. Если это просто товары, то, чтобы обменять на что-то другое, надо идти на рынок, это продавать, а это долго, это затратно, в общем, неудобно, не ликвид. А что, если это будет ликвидно? То есть, мы приобретаем, значит, на краудфандинге обещание фермера выпустить, там, допустим, 100 килограммов картошки. Соответственно, он выпускает 100 токенов под будущий продукт. Фактически, это является фьючерсной сделкой. И вот эти вот фьючерсы мы используем как расчетные единицы. При этом в режиме реального времени обменивая любые вот эти фьючерсы-токены на любые другие. То есть, у меня, например, есть вложение вот в эту картошку 100 единиц. В режиме реального времени на бирже торгуются и по отношению там к каким-нибудь Бургер Кингам. Вот. Я прихожу в этот Бургер Кинг, достаю свой смартфон, на котором у меня есть мои активы, там, их может быть десятки тысяч, да, различных. Которые в режиме реального времени обмениваются на Бургер Кинг токены. И оплачиваю ими. Вот. Получается, что мы находимся в мире, где десятки тысяч эмитентов, которые имитируют свои собственные валюты, где мерой стоимости универсальной, может быть, там, удобная для нас в данный момент валюта, например, доллар, а может и не быть вообще. То есть, у меня просто есть какие-то активы. Я эти активы меняю на другие активы в режиме реального времени. В этом случае товар под названием рубли и товар под названием доллары, они становятся, ну, как-то и ненужными. Они не нужны ни как средство обмена, ни как средство обращения. Ну, как меры стоимости, ну, да, можно использовать, но по большей части они тоже особо не нужны как меры стоимости. Вот. Мы, я думаю, что лет через 10-15 можем подойти к такому периоду, когда вот этот глобальный мега-пузырь долларовой пирамиды, он начнет сдуваться. И, возможно, это будет сопровождаться некоторой Четвертой мировой войной. Потому что для того, чтобы удержать власть, да, а печатание денег – это серьезная власть, инструмент власти, те люди, у которых эта власть сейчас есть, они будут ее всячески пытаться сохранить. Понятное дело, что технически это невозможно, но все равно пытаться будут. В принципе, есть гипотеза, что люди, которые сейчас у власти стоят, достаточно мудры, чтобы не совершать, там, ошибок Первой мировой войны, Второй мировой войны и Холодной, вот, которая закончилась в 91-м году. Ну, вот такие вот некоторые угрозы остаются. Ну, так или иначе, в любом случае, я думаю, лет через 10-15-20 мы придем к пониманию, что с помощью смартфона, имея десятки тысяч активов, распыленных на планете Земля и вложенные в различные там стартапы, проекты, мы можем приобретать любые другие активы на любой территории, обменивая в режиме реального времени без дополнительных каких-то товаров в виде существующих валют. Так что вся вот эта финансовая структура будет меняться. Вот, примерно так. Понятно, спасибо. Ну, вот смотрите, вот новичок, да, в этой сфере, вот он сейчас послушал нашу беседу, решил там, купил биткоин, дальше что ему делать? Просто хранить в кошельке, там, под грифом секретно, либо рассмотреть вариант, может быть, облачный майнинг какой-нибудь вложить, чтобы увеличить, либо, может быть, вообще ASIC там, майнер приобрести. Как вы вообще смотрите на майнинг сейчас? Вообще актуален он или нет? Сложность растет, чипы устаревают. Ну, по поводу, значит, майнинга. С самого начала, как только еще там в 2011 году прочитал про биткоин и майнинг, я очень долго не мог понять, почему люди майнят. Я честно не мог понять. Потом я понял, что это игра, люди любят играть. Но вообще, конечно, это издержки. То есть сам биткоин, как сеть, у нее очень большие энергетические издержки. Кто-то говорит, утверждает, что биткоин обеспечен вычислительными возможностями, которые тратятся на подсчет, подбор хэш. Естественно, это не так. То есть это является именно издержками траты электричества. В этом плане, я думаю, что proof-of-stake системы, то есть сфорджинг, он гораздо более перспективный, но он пока особо не популярный. Да, это такие криптотокены, как NXT, NEXT. В принципе, эфир когда-то там планирует перейти на proof-of-stake, если он до того момента вообще еще доживет. Ну, так или иначе. Пока биткоин и майнинг у него остается, сейчас самые крупные пулы где-то там на территории Китая, насколько мне известно, и конкурировать с ними, со своим маленьким каким-нибудь асиком, просто бессмысленно, экономически невыгодно. Ну, можно посчитать, в принципе, некоторые люди вкладываются в майнинг, облачный майнинг, и ничего такого в этом нет. То есть, как любой вид бизнеса, считайте, если условно на каждый вложенный рубль или доллар вы получаете там 2 доллара, ну, почему не вложиться? Значит, это по поводу бизнеса майнинга. Если говорить по поводу сохранения, просто купить биткоин и забыть. Потом, когда он вырастет, вспомнить, достать, продать. Это нормально. Но, как бы, немного. Я бы рекомендовал не более 30% от своих активов. По поводу бизнеса с применением криптовалют. Я считаю, что это нужно делать. То есть, как минимум, прочитать, что это такое. Попробовать в своем бизнесе, если это интернет-бизнес, встроить механизмы оплаты через криптовалюты. Ну, там взять простые, там, не знаю, блокчейн-инфо. Вот, там, вроде, есть API, BitPay, еще какие-то есть, BitcoinPay, по-моему. В общем, есть множество различных инструментов, как встраивать оплату в криптовалюте на своем сайте. Да? Вот. Ну, тут надо быть юридически, так сказать, правильно. То есть, не надо показывать в декларации, там, налоговой, если вы в юрисдикции Российской Федерации, что вы получаете оплату в Биткоине. Вот этого не надо делать. Да, по поводу Next. Буквально вчера, значит, выпустили ARDR, новый токен внутри Next. И, значит, сейчас идет разработка, значит, то, что называется MultiChain SideChain. с Proof of Stake, вот, командой NXT Next. Я думаю, что в третьем квартале 2017 года, как планируется, это будет реализовано. Другое дело, что вкладываться вот на данный момент я пока не вижу смысла. Я думаю, что надо подождать и посмотреть, как там будут развиваться события. Если все хорошо, то можно вкладываться. Основная суть – это технологии, которые позволяют выпускать сколько угодно токенов на сайдчейнах, то есть без увеличения основного блокчейна. Вот. Эта технология, которая, на мой взгляд, в любом случае будет, потому что биткоин, он в принципе, да, то есть архитектура биткоина, в том виде, в котором есть, она не может выдержать больших нагрузок по количеству транзакций. Поэтому, в принципе, возможно на биткоине сайдчейны дополнительные ответвления с выпуском каких-то а-ля своих собственных цветных токенов, может быть, либо это будут каналы, да, там называют. Ну, в общем, посмотрим за развитием. Сейчас, в принципе, уже протоколе даже сделано, но будет применяться только в 2017 году. Так или иначе, раньше, чем в 2018, ждать вхождения криптовалют в широкие экономические пласты пока не предвидится. То есть это именно инструмент вложений с потенциалом роста и инструмент спекуляции. Пока, пока так. Понятно. Ярослав, спасибо вам большое за интересную беседу, что нашли время, стали гостем нашего подкаста. Дальнейших вам успехов и всего доброго. Да, спасибо большое. На этом у нас все. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Все выпуски нашего подкаста вы можете найти на специальном сервисе podcast.probitcoin.ru. Подписывайтесь на наш паблик, читайте нас в Телеграме, и вы всегда будете в курсе свежих новостей. Про биткоин. Самые главные новости из мира криптовалют.